МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...констатирует рост агрессии. Нам всем хочется жить в согласии друг с другом. И на словах, однако же, все против насилия. Однако все обстоит иначе. Откуда же взялось это противоречие? Надеемся, получим ответ у гостя программы «Такие дела» Владимира Кузнецова, кандидата медицинских наук, доцента кафедры психиатрии и клинической психологии Северного государственного медицинского университета. Здравствуйте, Владимир. Ну вот первый вопрос, я уже его озвучила. На деле мы все против насилия и агрессии, все хорошие, пушистые, как говорится. Однако же не всегда, в общем, при каких-то обстоятельствах тоже проявляем такое вот не самое завидное поведение. Вы хорошо сказали насчет обстоятельств. Потому что, чтобы быть спокойным, не агрессивным, мы должны себе это позволить. Позволить себе что-то мы можем, когда состояние у нас, то, что психологи называют ресурсным, ну то есть, когда на душе хорошо. Когда же на душе начинается нехорошо, вот здесь мы уже срываемся на поведение, которое, в принципе, стереотипное. Я думаю, что мы потом вернемся к стереотипам, чтобы людей не путать. Суть в том, что когда мы в чем-то уязвлены, а это завязано на самооценку, вот тогда мы срываемся. То есть агрессия, в принципе, она становится чем-то стереотипным, необдуманным. Я сейчас не хочу сказать, что мы не отдаем себе отчет. Мы просто не собираемся отдавать себе отчет. Вы согласны с тем, что действительно рост агрессии на сегодняшний день в обществе нарастает? Конечно. Здесь много моментов, которые к этому ведут. Но если говорить глобально, на уровне общества в целом, здесь одна из ведущих причин, то, что на сегодняшний день проблемы с моралью. Это не я первый сказал. Правил нет? В общем, да. Правил не просто правил, а правил, которые бы… Правила-то есть, кстати. И вот как раз правила диктуют агрессивность. Какое-то произошло, что-то у нас там, какое-то ЧП, которое от человека, собственно, не зависит. Что-то вот, может, там, в семье или обстоятельства, какое-то окружающее явление. И посмотрите, сколько у нас комментариев злостных таких, да, на каждую какую-то ситуацию. Сколько у нас негатива в СМИ. Это способствует проявлению агрессии? Способствует усилению, конечно. Усилению, да. Потому что это модель. А как реагировать тогда на это? Реагировать, чтобы что? Чтобы спокойно реагировать, чтобы не проявлять в себе, не возбуждать, не раздражать. Давайте в причине главной разберемся. В причине личной. То есть мы не будем сейчас трогать общество, может быть, мы к этому вернемся. Но если говорить о личной причине, чтобы быть агрессивным, я должен как-то… Мне должно быть не лень быть агрессивным. То есть на душе должно быть плохо. Всегда агрессия – это защитная реакция. Не зря говорят, что громче всех лает та собака, которая больше всех испугана. Это доказано. Еще когда занимался своим щенком, мне говорили сразу, что давай води его в общество, потому что он сейчас тревожный, будет агрессивный. Человек не отличается. Сразу можно сделать вывод. Значит, мы же все напуганы. Мы все напуганы. Это действительно так. В общем, люди, кто часто бывают за рубежом, могут сравнить глаза наших и европейцев. Они очень отличаются. Не будут тему даже открывать. Она и так понятна всем. То есть мы действительно напуганы, мы действительно тревожны. Не зря об этом пишет Жванецкий, что мы как будто что-то украли и собираемся это сделать. Так вот, когда вот эта вот тревожность, какая-то ситуация приводит к тому, что мне на душе больно, то есть что-то я не могу с чем-то справиться. Я чувствую собственную беспомощность. Это может быть в семье с ребенком, это может быть в отношении с супругом или супругой. Может быть ситуация, где я просто не могу обеспечить для семьи что-либо. То есть я не могу справиться. Я жертва. Я жертва, да. Отчетливо, я жертва. И вот реакция жертвы, одна из реакций, это агрессия. Это первый момент. То есть это толкающий механизм, фактор. От этого могло бы сдерживать мораль. То есть это нехорошо, это некрасиво. Нехорошо так себя вести. Да, этого не хватает на сегодня. То есть смотрите, сдерживающих факторов нет. Мотивация так, что была, та же и осталась. Соответственно, агрессия становится более видна, чем раньше. Она не сдерживается социальными табу. Табу не хватает. Если говорить опять же о себе, мы с этого начали. То есть я чувствую, что я могу быть агрессивным. В какие-то моменты я срываюсь. Главный момент – это найти в себе этот момент, когда я срываюсь. То есть не почему, а скорее что за чувство. Вот не причина внешняя, а что за чувство заставляет меня взрываться. Первый момент – я предлагаю отказаться от привычки говорить, что он меня вывел из себя, он меня обидел, он меня унизил и так далее. Это неправда. Человека можно спровоцировать. Но человек может не провоцироваться. Или провоцироваться. Это выбор. Ну вот, допустим, возьмем бытовые какие-то ситуации, хамство в транспорте. То есть каждого, в общем-то, кто попадает в такие обстоятельства и начинает ответную реакцию хамства, это значит, он говорит, что меня спровоцировали, меня заставили. Но когда он выльет вот это раздражение, когда вот эту вот, тоже агрессию, в общем-то, на другого человека, то ему становится легче? Вы знаете, кому-то может быть легче. Кто-то потом мучается еще и угрызениями совести. Здесь легче-то одно относительно, на самом деле множится эта агрессия тогда. Потому что мы же поделились, мы же совместно сейчас, поругавшись, создали новую ситуацию. Люди будут обсуждать эту ситуацию, будут тоже вариться в этом соку, будут осуждать меня, его, кого-то еще. Еще не в позитиве опять, это будет тоже агрессия, только скрытая. Ну вот если мы на бытовую агрессию сейчас говорим об этом, да, то ведь каждый человек, он начинает нападать, он считает, что он прав. То есть это какое-то стремление к справедливости. Я бы сказал чуток глубже. Он начинает нападать, потому что чувствует себя неправым. Не очень осознанно. Посмотрите, если взять пример, что вы привели, хамство в транспорте. Ведь оно откуда начинается? Если кондуктору дал кто-то не такие деньги, более мелкие, чем она ожидала, или может быть более крупные. Ведь с какого момента начинается скандал? Водитель курит. Водитель курит. Ты за кого меня держишь? То есть, смотрите, главная идея, да, вопрос, который у человека возникает. Ты, как вот если таким языком площадным, ты на меня наехал? Вот так звучит-то ведь по сути, да? То есть ты, по сути, сомневаешься в моей, не знаю, целостности, в моей уверенности. Ты сейчас не просто там и денежки мелкие дал, ты тем самым меня оскорбил. Унизил оскорбил. Да, унизил оскорбил. То есть личность подставляется вместо просто сделать дело. И вот когда включается личность в обычный разговор, вот тут уже включается последний довод королей пушки. Значит, вот мы, если так, потихонечку будем какие-то прямо пунктами, да, то есть человек напуган, поэтому он начинает нападать. Человек напуган, поэтому защитная реакция начинается. Когда эта защитная реакция включается, чем больше он чувствует, что это касается его, вот не внешней его деятельности, давайте поймем разницу. То есть унижают мою личность. Да, личность унижает. Не я плохо сделал, а я вообще дурак раз так поступаю. Ты вообще сейчас именно это мне и сказал. Я прочитал это в твоих глазах. То есть вот когда человек в каждом действии видит падение на его личность, вот тогда этот человек очень конфликтен. Обижается или еще как-то формы разные. Но именно в этом проблема. Как я говорю, вы тут личность раскидали свою, вступить некуда. Что не сделает все на вас нападение. Да, но ведь очень много есть обстоятельств, ситуаций, когда человек действительно не может повлиять на эту ситуацию, на эти обстоятельства. Вот те же самые какие-то катаклизмы, ЧП и так далее на бытовом уровне и на политическом уровне. Он естественно проявляет такое агрессивное поведение. Вот естественно или просто привычно. Это тоже разные вещи. На самом деле, если опять же слегка уйти в философию, мы на очень многие вещи не можем повлиять. Мы не летаем, хотя очень хочется. И как-то нас это мало раздражает до тех пор, пока мы не падаем с верхнего этажа. Мы не можем повлиять на инфляцию. Например. Это может уже раздражать. Смотрите, вот как раз хороший пример. На повышение цен в ЖКХ. Мы не можем повлиять, но мы можем выходить из себя по этому поводу. Вы не можете повлиять на то, что вы сейчас, например, если вам очень быстро нужно, не можете оказаться отсюда за 100 километров. За минуту. И вы по этому поводу вообще не расстраиваетесь. Это слишком привычно. Вы ставите знак равенства между ними. А по сути мы на многие вещи не влияем. Но здесь мы принимаем. Это невозможность влиять. То есть это для нас нормально быть жертвой. Потому что это законы физики. Мы понимаем, что мы подчиняемся им. Здесь мы говорим инфляция. Но они не влияют на нашу жизнь. Мы от этого не зависим, что я не могу сейчас оказаться в Америке. А то, что повышают цены на электричество, на ЖКХ и так далее. Ну как не зависит. Смотрите, вы могли бы сейчас оказаться в Америке, выпить там какой-то коктейль и вернуться обратно. Чем плохо в обеденный перерыв? Вы даже это не рассматриваете как нормальный вариант. Потому что это слишком невероятно. Фантастика. Поэтому на фантастику мы, естественно, не рассматриваем всерьез. Мы не тратим на это сил. И это нас не напрягает. С инфляцией. В принципе, мы же понимаем, что этого могло бы не быть. У нас есть некий идеальный вариант в голове. У нас есть чувство справедливости. Да, и с ним связано чувство справедливости. Государственное настройство должно быть справедливо. У нас демократическое общество. Оно должно быть. И пока это не так. Я, соответственно, пытаюсь в голове своей пока привести к тому, как должно быть. Это дает бешеное напряжение. И это дает агрессию. Это дает уже следующий шаг. Не только этот. Это пока дает только напряжение. То есть я хочу, чтобы было как-то помоя. Да, меня раздражает, что не так. Да, пока только раздражает, что не так. Мне же надо, чтобы было так. Быть может, это справедливо. Быть может, нет. Сейчас мы не это обсуждаем. Потому что справедливость – это всего-навсего вопрос соответствия нормам, которые приняты здесь сегодня. Вот физические законы мы же знаем, что действует. Здесь еще вопрос. А вот дальше начинается следующий шаг. Это привычка искать виноватых. Ну, мы привыкли. Муж, жена, родственники, начальник, правительство, мэрия. Да? Конечно. На сегодняшний день план Далласа провалился. Поэтому плохо живем. Сбылся мы, поэтому плохо работаем. Не потому плохо живем. Не потому, что мало работаем. Это Даллас виноват. Сами понимаете. Точно так же в 1933-м, чуть пораньше в Германии нашли евреев, как виноватых. Разницы-то ведь нет. Это общемировая логика. Но с непротивлением, с толстовской формулой, непротивлением зло и насилием, это, наверное, мало кто согласится. А здесь вопрос в том, что значит непротивление. Быть овцой – это, грубо говоря, тоже не самый лучший вариант. Да, вот именно так воспринимается у людей. Непротивление может быть в случае, если ты можешь использовать тот процесс, который происходит для себя. Я согласен, это может не получаться. Это уже навык. То есть навык можно приобретать. Потому что, посмотрите, возьмем людей верующих, я не имею в виду религиозных, а по-настоящему верующих, неважно какой конфессии. Изначально постулат, который есть в душе, то есть на все воле Божье, то есть изначально все хорошо. То есть осталось только вопрос, как это использовать. Это хорошо, вот конкретно, чтобы было совсем хорошо. Как здесь в эти раздражения, при таких убеждениях? Мы отличаемся, понятно, да? Мы мыслим более приземленно, да? То есть это хорошо, это плохо, ты мое взял. Есть разделение на я и не я. Вот это главная причина агрессии на самом деле. То есть я понимаю, что вот это мое, это твое. Ну, тогда вы уже нам скажете какие-то рецепты. Рецепты, вот вернемся к тому, что начали говорить, мы как-то с вами ушли в сторону, да? То есть первый шаг – это осознавать, какое чувство у меня возникает буквально за долю секунды до того, когда я становлюсь агрессивным. Я сразу подскажу, там что-то связанное с уязвленным самолюбием. То есть мы говорим, это больно морально, это как-то тяжело. То есть я чувствую, собственно, неполноценность, не могу справиться. То есть банально я объясняю ребенку задание уже 50-й раз, я не могу ничего сделать, чтобы он понял. То есть контролировать себя? Нет, контролировать это приведет к тому, что будешь еще больше напрягаться. Потому что сейчас, когда мы говорим, надо запланировать. Что такое контролировать? Что я должен делать, чтобы контролировать? Терпеть в душе? Тогда я быстрее сорвусь. Нет, смотрите, я могу понять, что я жду от того же ребенка, что он сейчас вот быстро поумнеет. Я же могу эти ожидания понять, что они смешные. Чем хороший педагог? А он не ждет вот настолько. Он работает по ситуации. Это ожидание, которое приводит к напряжению, оно исключено у талантливого человека. Поэтому первый момент – осознать ту кнопку, от которой я сам себя завожу. Понятно, меня провоцирует. Да, меня провоцирует криминальная хроника. Что делать? Надо понять, что провоцируется. В первую очередь, что за чувство у меня появляется, которое является той кнопкой, от которой я как робот реагирую стереотипно. Почему меня можно так легко завести? Вот это должно стать вызовом. Смотрите, два разных вызова. Кто меня заводит? Сейчас всех мы тут поставим на место. Это один вызов довольно примитивный. Вызов более серьезный, более интеллектуальный. Это понять, а как я сам себя завожу, когда меня провоцируют. Все-таки сам автоматом, но сам. Это первый шаг. Это сложно. Когда я понимаю эту эмоцию, то есть чувство, допустим, беспомощности, мелькнувшее за долю секунды, я могу дальше уже с этим разбираться. Откуда оно возникает? Как так получается? Что такого мне сказал ближний человек, что мне это чувство возникает? Мне кажется, это не совсем осуществимо для среднерядового человека. Надо, наверное, какие-то занятия с психологом. Для кого-то, да. Для Рояна, да, для кого-то. А ведь вот даже если мы к каким-то социологическим исследованиям прибегнем, ведь смертность от убийств – это тоже, в общем-то, признак агрессии. Она у нас самая высокая. 26 случаев на 100 тысяч человек, как вот приводят всякие исследования, это в 50 раз больше, чем, допустим, в Великобритании. Но как здесь-то ведь одними криминальными мерами и на страхе удержать? Каким образом? Если мы говорим, даже сейчас не каждого отдельного человека, это сознательный человек, образованный человек, он может вычленить эти все вещи. А вот если в обществе в целом, тут есть какие-то причины? То есть если говорить… Причины или способы уже? Способы. Способы. Если говорить об общественных способах, здесь, я думаю, что очень много сделали наши братья скандинавы. Это вот развитие системы вот этой коммунальности, когда коммуна, маленькое общество, оно имеет свою организацию, свою систему внутри взаимоотношений. То есть, по сути, взаимопомощь. И то, что было в Советском Союзе, это на самом деле. То есть, действительно, люди-то жили вместе в организации или в подъезде. Меньше все-таки было агрессии. Потому что знали друг друга лучше. Другой человек был интересен. И он не просто был интересен, как поболтать с ним на скамейке, а он был значим в этом маленьком обществе, как играющий свою роль. Соответственно, во-первых, у меня был мотив вписаться в это общество. Куда могли не принять, потому что я должен быть достаточно… Все организации, начиная там от октября и так далее. Да, я должен быть определенным, чтобы вписаться. Соответственно, я знаю, кто чем занимается, не в плане вот какого-то функционала, а как человек он значим вот настолько… Коллективизм – это неплохо. Это очень хорошо. Коллективизм имеет свои нормы. Я буду соответствовать этим нормам. Эти нормы будут приводить к тому, что я буду ориентироваться, что хорошо, что плохо. Я буду, соответственно, более внимательным к людям. Это будет, кстати, гораздо более безопасно с точки зрения государственной безопасности, потому что здесь не столько контроль, сколько скорее взаимодействия. Контроля-то нет. И вот тогда это действительно может привести к снижению агрессии. То есть вот это повышение самостийности, я не знаю, как ее назвать, да, вот это коммунальности, вот это слово, оно не очень сейчас в языке в русском есть. Это комьюнити на английском у нас, я даже не знаю, как перевести. Вот это было бы очень здорово. То есть здесь вы вот видите выход какой-то, да, в районе? Да, это было бы вот самое оптимальное из того, что мы можем сделать. Конкретно мы, конкретно, в архангельске. Ну, а у нас православие, церковь, в общем-то, на этом пути, да, тоже? Хотелось бы, на мой взгляд. На мой взгляд, я субъективно очень сужу, да, но на мой взгляд, православие на сегодняшний день очень много уходит в структурность, вот в управление, опять же, да, как раз по тому, что я вижу, я не эксперт в вопросе, это только мое личное мнение, да, то, что я вижу, как раз это уход от вот этой коммунальности, от общинности, как раз вот, кстати, вот я нашел перевод все-таки, да, это общинность, то есть уход от общинности к администрированию, вот это опасно. То есть нужны правила, которым, да, нормы, которым надо бы следовать, да, тогда человек может, в общем, говорить себе, что можно, что нельзя, и как-то себя, ну, вы слово контролировать не берете, как себя управлять собой, управлять собой, да. То есть на одном страхе человека не удержать от проступка. Страх, он будет работать только до тех пор, пока у меня напряжение не будет настолько высокое, что я забуду про страх. Когда я управляю собой, мне в удовольствие собой управлять. Это интересно, это не сдерживает, это, наоборот, мотивирует тому, чтобы искать новые детали в своей жизни. Да, я думаю, что к вам много приходит за консультациями. Это когда надо начинать? Это начинать с детского сада? Это как-то можно вообще человека взрослого повернуть уже в эту сторону? Составить, задуматься над собой, заглянуть вглубь? Нет, ничего, в принципе, невозможного. При условии, когда я ставлю, опять же, цель не другого изменить, к сожалению, за этим тоже приходят. Сделайте так, чтобы мой муж, моя жена, мой ребенок подставить нужное дальше, да. То есть, по сути, я хочу, чтобы он. Это, в общем-то, агрессия. Я понимаю, что оно порой оправдано, это порой важно. То есть, может ребенок наркотики принимать, это действительно проблема. Но все-таки стоит начать с себя. То есть, когда человек приходит, и он действительно ставит задачу с собой что-то сделать, вот здесь нет практически ничего невозможного. При условии, если он будет делать. С другим сделать, конечно, ограничений очень много, да. То есть, это уже нарушение свободы. А пацифиста воспитывать надо или нет? Что под этим понимать? Что вы понимаете? Под пацифизмом для меня на сегодняшний день это очень спорное понятие, потому что пацифист тот, что боится войны, это один вариант. Тогда я сошлюсь на низшей, которой я говорил, что надо быть воином. А если же пацифист это тот, что готов к войне, но всячески избегает ее как последнего средства, но при этом максимально мирными средствами создает мирные условия, тогда да, надо воспитывать. То есть, строитель нужен, то ведь не разрушитель. Ну и давайте вот на небольшой такой итог бы вы как подвели. То есть, у нас действительно нарастающий уровень агрессии в обществе, мы это все признаем. И как же с этим справиться? То есть, несколько способов остановить себя, чтобы не быть вот в этом потоке. Первое, быть внимательным к себе. И как говорил Ларош Фуко, быть внимательным к своим мыслям, ибо они начало поступков. Раз. Второе, надо быть внимательным к своим близким. И не в плане вот как раз того, что где они плохо или хорошо поступают. Перестать судить. Быть близким просто для себя, опять же, будем эгоистами в этом плане. Быть близким, чтобы наслаждаться моментами, когда мы рядом. То есть, искать то, что для тебя приятно. Тогда им будет приятно. Вот эти два момента, они поменяют все на самом деле. То есть, все равно все начинается с человека. Конечно. И не стать врагов искать. Это очень важно. И несколько вопросов в заключении. Программа такой небольшой близ. Как себя, в себе останавливаете вы? Лично раздражение или вы не подвержены этим эмоциям? Ну, как же не подвержен-то, конечно. Это мы все умные пока разговариваем на самом деле в ситуации. Конечно, срываешься очень часто. Как себя останавливать? Вот то же самое. То есть, где-то я успеваю, может быть, после дела понять, собственно, от чего это я? Что же произошло-то? Что меня так завело-то? То есть, для меня это часто вызов. Что меня такое запустило? То, что я сейчас говорю для других, я использую для себя. Пока не очень получается. Это один момент. И второй момент, все-таки, да, я пытаюсь понять, что вот этот человек, что я от него хочу-то? Собственно, что я требую-то? Что произошло? Почему он должен? То есть, мой вопрос, почему он должен-то? С чего я это взял? Вот если я эти вещи соблюдаю, и когда мне это удается, повторяю, это тоже бывает далеко не всегда, тогда все хорошо. А какие есть занятия, которые вам позволяют перестроиться? Мысли свои? Ну, это постоянно... Отвлечься, да? Отвлечься. Это разные вещи. Это одно дело, когда ты постоянно с этим работаешь, что тебе это интересно. Видите, работа еще такова, что я об этом думаю. Отвлечься – это спорт. Спорт очень здорово помогает. Разные виды спорта. Тут уж можно перечислять. Мне нравятся разные игровые вещи. Мне нравится тебе то, что ты занимаешься йогой. Оно очень много дает, потому что там ты делаешь, в общем-то, то же самое, но через тело. Ну, и там-то агрессия как раз очень конструктивная. Я думаю, что мы еще к этому разговору вернемся. Это действительно большая тема и думаю, что достаточно актуальная. Спасибо, Володя. Спасибо. В студии был Владимир Кузнецов, кандидат медицинских наук, доцент кафедры психиатрии и клинической психологии СГМО. Мы говорили об агрессии в современном обществе и как ей противостоять. Фраза из преоболы устава ЮНЕСКО «Войны начинаются в умах людей справедливо и в прямом, и в переносном смысле». Вот такие дела. Следите за программой передачи на портале «Правда Севера». И до встречи. Редактор субтитров А.Семкин